Здарова народ, с вами Гобс. И сегодня я хотел вам рассказать о Гедонии. Но видеоряд будет не только мой, но и с официального канала разработчиков. Почему? Потому что GeForce-вская программа записи опять послала меня нахрен, предварительно побив мне весь видеоряд. Но выкручиваемся как можем. Гедония это экшен-рпг в открытом мире, которая очень пытается походить на все сразу. В первую очередь она почему-то очень хочет походить на мморпг. Некоторые окна активности, некоторые задания. Это прям калька со среднестатистической мморпг. Что на самом деле не очень-то плохо, но выглядит немножко специфично. Боевая система нон-таргетовая, достаточно достойная, но с некоторыми специфичными решениями, лично на мой взгляд. Если противник человек, то он дерется, ну, примерно как ты. За исключением лучников. Лучники там натягивают достаточно долго, и от стрелы можно увернуться. А вот противники покрупнее, или животные, атакуют, как правило, по площади. И выглядит это немножко крипово. Потому что почти от всех этих атак очень легко увернуться, даже если противник просто огромный дракон. Но первый противник, которого ты завалишь, будет оленем. Ну, поскольку это рпг, значит тут есть уровни и прокачка. Есть четыре основных характеристики. Сила, ловкость, интеллект и харизма. Сила отвечает за силу и здоровье. Ловкость за уклонение и выносливость. Причем сейчас я имею ввиду автоуклонение. Харизма отвечает за количество персонажей, которые будут с тобой ходить. За цену в некоторых магазинах. И за дополнительные окна в диалогах. Ну, а интеллект отвечает за магию и дополнительные очки опыта, которые ты можешь потратить. Это касательно основных характеристик. А дальше идет огромное количество деревьев навыка. Где ты можешь быть и воином, и магом разных школ, и швеей, и кузнецом, и кем только не можешь побывать. Любой навык можно легко открыть, любой можно вкачать, что не может не радовать. Если говорить о самом игровом мире, то он достаточно разнообразен. Во-первых, разные биомы, что не может не радовать. Ну, то бишь, леса, поля, заснеженные пустыни, обычные пустыни, болота и так далее. Достаточно неплохой список врагов. Кстати говоря, враги респаумятся каждые 2 часа. Но это примерно игровые сутки. Я не просто так сказал про MMORPG. Хотя нечто подобное было и в Зельде. Но в Зельде это было каждый седьмой день. Так называемое кроволунье. Когда все враги возвращались. Но только враги. А тут еще и живность воскрешает. Что ж, а теперь давайте поговорим о заданиях. Есть основной сюжет, который открывается по ходу набирания вами уровня. Ну, то бишь, первый уровень это первое сюжетное задание. Вы заходите в пещеру, узнаете завязку сюжета. А следующее задание будет требовать от вас уже четвертого уровня. То есть есть вариант погриндить или заняться дополнительной активностью. У основной сюжетной кампании, кстати говоря, есть видеоролики на движке. Что выглядит немножко крипово, но на самом деле хорошая задумка. Одна из дополнительных активностей в первой деревне это получить лошадочку. К слову о городах. Города немножко пустоватые, но это не умаляет достоинств разработчика, который попытался все это дело хоть как-то оживить. Хотя NPC не имеет свой распорядок дня, по крайней мере в той версии игры, в которую я играл. Вот я сейчас рассказываю об игре и совсем забыл об одной очень важной вещи, которая в игре, к сожалению, присутствует. А именно баги и недоработки. Во-первых, отходишь от противника на 100 метров, они иногда стоят в Т-позу. И ты это прям видишь неприятненько. Второй момент. Это уже проблема ближе к движку Юнити, на котором игра собственно и сделана. Объекты появляются из воздуха. Прям появляются из воздуха, выглядит немножко криповенько. На мой взгляд... Не знаю, туманом что ли надо было как-то это обвесить. Был один раз, когда я провалился в текстуры. Был один раз, когда у персонажей отваливался искусственный интеллект. Но в целом пройти игру можно. По крайней мере до того момента, докуда я доходил, проблем не было. Да и багов на самом деле было не так много. Но в целом таких вот специфичных моментов было немало. Ну а теперь небольшой нюанс, о котором надо знать. Сделал игру один человек. Тем более это наш соотечественник. Делал игру он минимум года 2-3, насколько я понял. И для одного человека это достаточно большое достижение. Во-первых, действительно огромный открытый мир. Да, там много повторяющихся заданий и некоторые странные решения, лично на мой взгляд. Хотя тут есть и подземелья всяко разные. Тут есть и какие-то закрытые достаточно локации. Тут можно дом свой построить, кстати. Об этом я почему-то не упомянул. А, наверное, потому что я этого делать не стал. Тут есть озвучка, только почему-то английская, русской нету. Ну, что поделать. Видимо, он на западную аудиторию рассчитывал. И самое главное, очень специфичный визуал. Вот он прям очень специфичен. Поначалу он отталкивает, но в целом, когда втягиваешься, уже перестаешь обращать на него внимание. Но самое главное в этой ситуации, игра позволяет тебе стать тем, кем ты хочешь. То есть, хочешь быть некромантом? Пожалуйста. Хочешь убить каких-то из персонажей? Да убивай. Спокойно. То есть, я сюжетных убивать, конечно, не пробовал. Но каких-то мирных NPC убить можно. Тут есть гильдии, к которым можно присоединиться. Фракции, которым можно помогать. Кстати, да, тут есть такие массовые междусобойчики, в которые можно вклиниться. Но учти, можно случайно задеть не тех ребят, не из той фракции, а потом огрести. Тут есть арена. Тут есть просто огромное количество активности. Тут есть мировые боссы. Ну, насколько я понял, это мировые боссы. И в целом, тут есть неплохой сюжет с постановой. Так что да, советую заценить эту игру. И если у вас проблема купить ее в стиме, можете напрямую обратиться к разработчику. В его группе ВК по игре. То есть, просто напишите ему в личку, он сам об этом говорил. И он в течение двух часов, после того, как вы переведете ему деньги, организует вам ключ. Так что, такие дела. Ну, а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки. Пишите комментарии, я все читаю. Ну, и, конечно, не забываем самое главное. Пьяный гублин должен оставаться пьяным всегда. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok